Они готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи, но если приедут зря, могут и оштрафовать. Сотрудники Государственной службы охраны готовятся отметить день рождения своей структуры, которая исполняется 61 год. За это время, по словам правоохранителей, им удалось не только добиться высоких результатов на профессиональном поприще, но и значительно осовременить свою деятельность. К своему профессиональному празднику, говорит руководитель ГСО Сергей Рубанов, эта структура подошла с хорошими показателями. Сегодня запорожские сотрудники Госслужбы – третьи в стране по количеству охраняемых ими квартир, почти 10 тысяч. Всего же объектов, находящихся под их неусыпным вниманием, более 6 тысяч. Мобильность и хорошая экипировка, по словам правоохранителей, позволяют им удерживать лидирующие позиции и в статистике задержаний. Наши наяды выезжают, обслуживают и задержано уже более 3 тысяч человек за различные виды правонарушений и преступлений. В Запорожье, утверждает Сергей Рубанов, постоянно действуют 23 группы задержания ГСО. В их активе передовые технологии включают GPS. К слову, по этой системе работает и тревожная кнопка в машинах скорой помощи. Это, заверяют милиционеры, их ноу-хау. Внедряем систему GPS-навигации. Это наш тоже, в принципе, запорожский передовой опыт. Мы взяли под охрану 153, уже охраняется на сегодняшний день, 153 автомобиля скорой помощи. Норматив прибытия наряда ГСО по вызову, например, к жилому дому от 3 до 5 минут. Но если вызов окажется ложным, то хозяин квартиры может раскошелиться на штраф порядка 50 гривен. Правда, на первый раз, говорят милиционеры, они обычно ограничиваются устным предупреждением. Продолжение следует...